В эфире Народного телевидения Хибины программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте! В Апатитах у дома номер 35 по улице Ферсмана на пешеходном переходе сбили женщину. Пенсионерка получила тяжелые травмы. И вот как это было. Днем 17 февраля водитель автомобиля Део не пропустил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу по Зебре. Как это было, можно посмотреть на записи, сделанные частной камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, что пенсионерка пересекала проезжую часть не спеша. Ее было заметно издалека. Однако водитель автомобиля в правой полосе остановился, чтобы пропустить пешехода, а водитель Део нет. Последствия несильного и легкого, по версии водителя, удара таковы. Несчастной получил закрытый винтообразный перелом левой бедренной кости со смещением отломков. Такая травма считается тяжким вредом здоровью, и отвечать за нее водителю придется соответственно. К слову, виновник ДТП тоже пенсионер. Он на год старше пострадавшей и, как утверждают очевидцы, работает в такси. Нельзя не заметить, что пешеходов на этом переходе сбивают регулярно. В ноябре 2019 года здесь же при схожих обстоятельствах пострадала женщина. Одна машина остановилась, чтобы ее пропустить, а вторая нет. В ночь с воскресенья на понедельник в Апатитах к дому номер 41 по улице Космонавтов съехались все экстренные службы. В одной из квартир выбили дверь. А что было дальше, узнаете прямо сейчас. Все началось с того, что одна из жительниц города обеспокоилась судьбой родственника. Мужчина, по ее словам, должен был выпить вечером таблетки. При этом перестала выходить на связь, и она очень переживала, что с ним могло случиться что-нибудь нехорошее. То ли после приема лекарств, то ли из-за приема лекарств. На стук в дверь никто не отвечал, поэтому пожарные быстро выломали ее, чтобы в квартиру могли войти медики. Однако помощь медиков обитателю малосемейки не потребовалась. Вместо таблеток мужчина явно выпил что-то другое, содержащее изрядную дозу алкоголя. Сотрудников экстренных служб он встретил в состоянии, которое принято деликатно именовать под шофе. Убедившись, что в помощи здесь никто не нуждается, пожарные, полицейские и медики покинули малосемейку. Примечательный факт. Первым водителем, задержанным в Апатитах в день защитника Отечества за пьяную езду, стала женщина. Это произошло утром 23 февраля вот здесь, на улице Победа. Перемещаясь по городу на своем автомобиле Ауди А4, дама двигалась по весьма причудливой траектории, чем и привлекла внимание дорожных полицейских. Машину догнали и остановили. Освидетельствование показало, что в литре воздуха, выдыхаемого женщиной, содержалась отнюдь не женская доза этанола, почти 0,9 мг. Даже у физически крепких мужчин такие цифры, как правило, говорят о серьезной степени опьянения. Автомобилистка рассказала инспекторам ГИБДД, что они с подругой выпивали дома по случаю Дня защитника Отечества, а затем решили съездить в ларек за сигаретами. К слову, ничего необычного в том, что первым пьяным водителем 23 февраля стала именно дама, нет. Звучит странно, но опытные полицейские единодушны. Больше всего пьяных мужчин на дорогах появляется в преддверии 8 марта и непосредственно в Международный женский день. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасны для жизни» подошел к концу. Смотрите нас в эфире Народного телевидения «Хибины» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok